Привет друзья, по прошлому видео про слет коллекционеров в Харькове, если вы заполнили форму и нажали кнопку отправить, то вы есть в списке, так что приходите, кстати ссылка есть в описании. В этом видео я покажу вам фальшивые юбилейные и обиходные монеты Украины, которые делают в Китае, и для совсем новых коллекционеров важно не купить подделку. А в конце видео будет конкурс с подарками, монетами 1 гривна 1996 года, так что жмите лайк и смотрите видео до конца. Ну что, поехали! Лично я часто покупаю монеты на аукционе Виолити, много раз его советовал именно потому, что там есть система рейтинга продавцов с отзывами и эксперты, которые подтверждают подлинность монет, ну и не только. И есть четкая система правила аукциона, а рейтинг продавцов зарабатывается долго и им дорожат. А это видео я решил записать еще до нового года, потому что попал в интересную ситуацию с поддельными монетами Украины, которые я хотел купить на одной торговой площадке. Там появилось объявление, что человек распродает всю коллекцию юбилейных монет и срочно нужны деньги. Я запросил фотографии, мне были предоставлены фото реальных оригинальных монет Украины. И хочу заметить для новых коллекционеров несколько правил. Первое. Никогда не покупайте монеты по предоплате у незнакомых продавцов или через площадки без рейтинга и без каких-либо отзывов. Ну и я, следуя этому правилу, так и сделал. Так вот, пришли на почту монеты и часть была оригинальных, а часть была из Китая. Хотя, как мне сказал продавец, эта коллекция давно собиралась его дедом и все монеты должны быть оригинальны. Но на самом деле это не так. Из этого текает новое правило. Вы должны четко знать, на какие монеты Украины есть копии и подделки. Это можно посмотреть в тематических книгах или на форумах, или даже на аукционах в разделе копий. Как можно отличить копию от оригинала? Конечно, я вам скажу еще дальше. И всегда постарайтесь поддержать оригинальную монету у себя. Посмотрите, как она выглядит, какие у нее особенности, какой у нее вес. То есть, вы, когда поддержите, внимательно изучите оригинал, вам уже гораздо будет проще отличить, вот даже визуально, да, почему вот так выглядит эта монета. Вот, например, сейчас я еще покажу вам несколько подделок, да, китайских. У меня, к сожалению, данных монет в оригинале еще нет. Вот, это монеты, которые в двух разновидностях 98-го года с маленьким держом, 20 тысяч штук всего. Вот, две разновидности у нас отличаются от той, которая на картинке. Если визуально гляните, по состоянию металла, по способу чеканки, по каким-то мелким элементам. Все-все-все отличает эту монету, да. И, например, вот монетка Крушельницкая. Да, насколько поле у нее блестящее, насколько по-другому произведена чеканка данной монеты. А это полностью китайская подделка-копия. Так что не платите за нее даже 100 гривен. Не платите. Не тратьте свои деньги. Я взял только для того, чтобы показать вам в этом видео. Поговорим с вами о подделках обиходных монет, которые делает Китай. Они довольно грубые, но все равно некоторые люди могут попасться. Так что посмотрите это видео обязательно. Ну вот мы видим, собственно, как отправляют монеты китайцы. Да, и вот в таких вот упаковочках. Ну вот мы видим тут много разных видов монет. Давайте что-нибудь достанем, посмотрим. Во-первых, первая монета это 20 копеек. Такого номинала у нас не было. И он не планировался. Скорее всего, это какая-то фантазия художников. Потому что даже, ну, таков, ни в каких-либо книгах, нумизматических, такой монеты не указаны. Это как, просто как сувенир. Вот видите, какой здесь даже у нас гурт. Даже гурт они сделали. Обратная сторона. Вот это, скажем так, не опасная подделка. То есть, понятное дело, что таких не существовало. Слева вы видите, это пробная монета Луганского строительного завода. А справа китайская подделка 20 копеек. Некоторые могут пробовать продавать через, например, OLX вот эту монету. И проблема в том, что никаким образом OLX там не может проконтролировать. Там нет ни отзывов, ничего. И человек может отправлять, заявлять, что это английский чекан 50 копеек. Хотя, по факту, это просто китайская копия, подделка с таким вот вдавленным гербом, собственно, как и в английском чекане есть. Я для примера сейчас положу вам 50 копеек рядом нашего производства, да, 2014 года. И 50 копеек поддельный английский чекан. Да, видите, довольно они чем-то и схожи, то есть, в плане дизайна. Ну, конечно, более кустарно-топорная работа слева. Хотя мне в новый вариант не нравится 50 копеек, вот такой вот, как здесь, да. А теперь я покажу с другой стороны. Если сравнивать с оригинальным, конечно же, там будет отличаться полностью, как блеск ложится, то есть, более аккуратный он, как отличить, да. То есть, вес, конечно же, эти 50 копеек будут, китайские, гораздо больше весить. Но если человек никогда не держал оригинал, никогда не этого, знаешь, только внутрь вдавленный трезубец, это, конечно, это можно кому-то, кто-то будет этим пользоваться. Но будьте внимательны. Следующая подделка – это редкая разновидность двух копеек. Редкие, пробные, чеканились на Луганском станкостроительном заводе и Первом монетном дворе Украины, как вот называют. Книжку я показывал в презентации. Вот мы видим вот эти китайские поддельные две копейки. Они из алюминия сделаны. Видите, как венок расположен? Очень близко. Довольно дешевая, некачественная копия. Гораздо опаснее, когда начинают делать подделки и довольно лучшего качества. Визуально прям так не отличить очень сложно. Только эксперт-специалист может показать, дать свою оценку. Ну вот видите, две копейки. Смотрите, как оно сделано. Понятное дело, что они, не то слово, даже как копия, они очень в плохом качестве. То есть они, да, вот, начеканили, как сумели. Год указан. Видите? Вот. Ну, для примера я сейчас покажу две копейки оригинальные. Много разных мелочей. Вот, возьмем, посмотрим. Вот у нас есть две копейки оригинальные. Конечно, делалось это под тот штамп, который подделывали. Довольно редкий. Подделка китайская. 85 миллиграмм у нас, да? И нашу, какую, оригинальную монету. 65. Ну, то есть все превышает, превышает нормативы, стандарты. Но, на самом деле, это китайская копия. Никогда не покупайте редкие монеты, такие, если вы в них не разбирались, если вы не держали в руках оригинал. Самое простое правило для вас, если хотите купить какую-то редкую монету, пойдите на слет коллекционеров, на слет нумизматов и посмотрите оригинал. Подержите в руках, посмотрите, как он выглядит, какой у него вес, сфотографируйте себе. Никогда спонтанно не покупайте ни у кого с рук, никакие редкие такие монеты, которые вам говорят, что они прям вообще... Я не говорю, ладно, украинских монет не так много, а про царские монеты однозначно. Ни в коем случае никогда не ведитесь на такие истории. По поводу конкурса. Мы с вами обсуждали тему инвестирования в роллы и в монеты Украины. Так вот, я встретил интересный лот монет 1 грина 2016 года, тираж у монеты 10 тысяч. Вам нужно написать в комментариях под видео ту цену, за которую, по вашему мнению, продастся данный лот. Первые пять человек, которые напишут точную цену, получат от меня по одной монете 1 грина 1996 года. Если точно никто не угадает, то тот, кто будет ближе всего к сумме, получит от меня эту монету и бесплатную доставку по Украине. Варианты принимаются до 8 вечера 22 февраля. Ссылка на лот в описании. Добавьте следить за лотом, чтобы узнать финальную цену. Спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, если оно вам понравилось. Всем пока!